Ребят, всем привет! Я снял ролик, он наврал миллион просмотров. Трубы полипропиленовые в стяжку. Давайте разберемся, какие трубы в стяжку можно, почему нельзя и как мы делаем. Эта тема очень всех волнует. Сегодня подробно эту тему рассмотрим. Поехали! Что случится с полипропиленом, если залить его в пол в стяжку? Давайте спросим у официального представителя Политек. Полипропилен в стяжку. Да, он же имеет длиннение. Так. Соответственно, имеет свойство изгибаться, извиваться. Так. Если он изолирован в энергофлекс, в толстостенный. В общем, насчет ГОСТа не могу сосваться точно, но это прописано, что его есть. Далее представитель предложил использовать перт-трубу, но она расширяется в три раза больше, чем полипропилен. В общем, адекватного объяснения так никто и не дал. Я же использую полипропилен уже 13 лет. Даже об этом написал в своей книге. Если все качественно смонтировать, так как я описал в книге, то ничего с ним не будет. Уже проверено многолетним опытом. Полипропилен в индустрии просто сбивает цену. Как же тогда производители будут продавать другие самые топовые, самые крутые трубы на свете? Ответ никак. А я буду зарабатывать 30-50 месяцев на полипропилен. На этом мы не остановились. Мы поехали прямо в Тулу, прилетели в Москву, доехали в этот же день до Тулы и побывали на заводе Политек. И обсудили все с директором, с директором контроля качества и так далее. И нашли ответы на все свои вопросы. Почему нельзя полипропилен в стяжку? Почему именно перт можно в стяжку? Сейчас все подробно разберем. Прежде чем начнем, я хотел показать наш телеграм-канал Секрет Сантех. Все самые актуальные новости находятся в этом телеграм-канале. Секрет Сантех, так, вбивайте, прям найдете, либо ссылочка в описании, в принципе, есть. Здесь вот, например, разбирали, как работает послойный бойлер и нужен ли он вообще. Также у нас есть сайт грамоты Сантехник. По всем вопросам вы можете написать в WhatsApp, Telegram, на почту, куда угодно. Я самый открытый человек на свете. То есть вы пишете, связывают без проблем, есть услуги. Можете посмотреть наши работы. И также можете научиться ремонту и обслуживанию газовых котлов, кстати, с практикой. Можете записаться на практику, приехать. Какого числа у нас получается? Ой, 9 мест уже осталось, офигеть. 16-17 апреля. Да, 16-18 апреля. Приехайте на практику и, собственно говоря, получить практический навык. Также есть обучающий материал, грамотный инженер. Но это вот полностью как раз-таки по монтажу отопления, котлан и так далее. Можете посмотреть отзывы, видео отзывы. Все на сайте, собственно говоря, есть. А теперь поехали про трубы. Когда мы берем с вами бухту, например, 400 метров. То есть мы ее можем проложить, и у нас с вами внутри подстяжки не будет ни одного соединения. Все соединения будут снаружи. Ну, согласен, да. То есть в этом случае... Я не против Перта, да, не против ПЕКСа. Просто... Нет, это я с точки зрения... Почему как бы... Ну, меньше рисков, меньше рисков, короче. Меньше рисков. А более гибкая. Меньше риск того, что там произойдут какие-то нюансы. Именно в соединениях каких-то. Понял. Хорошо. Я не знаю, чем вообще полиэтилен от полипропилена отличается. Вы знаете, ну, просто... Полипропилен от полиэтилена? Просто одно название другого даже. Молекулярной структурой? Где моя мантия ученого? Молекулы, скажем так, которые позволяют именно свойства иметь более вот это гибкие, как говорится, вот эти... Ну, нет. На самом деле с ПЕКСом, Пертом я проблем не видел ни разу. Ну, таких вот прям каких-то кардинальных ни разу. Вот полипропилен ругают и приводят мне в пример, да, люди пишут, подписчики присылают на WhatsApp. Вот смотри, там потекло. А я вижу, что стяжку разбивают и фитинг просто вытаскивается из трубы. То есть он обварен, но он просто вытаскивается. Ну, я даже понимаю, что их неправильно сварено просто. Смонтажа, да? Да. Которые можно получить именно. Ну, монтируя, вот, скажем так, тот теплый пол. На самом деле очень редко. Вот у меня, когда я два года только паял, вот на второй год у меня было пару случаев, когда мы запускаем, бац, там, по капельке начинает течь. Переварю и все нормально. Ну, плюс, в перке, да, если мы с вами возьмем там 20, да, 20-20 труба, и возьмем ее в лучшую, вранную плеере, да? То есть это у нас с вами будет 20 на 3,4, то есть полщина стенки будет 3,4 в плеере, да? Теперь эти будут 20 на 2, соответственно, теплоотдача 20 на 2 будет гораздо выше и больше. Я согласен, но это же получается, если мы делаем теплый пол. Ну, ну, давай. Вот, а мы радиаторную систему делаем, ну, по второму этажу, например, двухтрубную и полипропиленом нам удобнее разложиться и все. Потому что мы идем, тройниками соединяем, то есть линию и все. То есть без проблем работает все. Тут же опять же, если я перт ложу, две трубы перта, и мне надо тройниками подключаться, будут соединения в стяжке. Пешкех, он в основном используется для такого пола, то есть почему? Ну да, да. Это основная западная не для подачи, потому что иначе, если его... У него же условия эксплуатации меньше. И густить его незащищенным, он будет и гнуться, и у него будет в ней расширение гораздо больше. В общем, вы не можете же сказать, ребят, ловите в стяжку, все нормально, это только я могу сказать, тут понятно все. Перт можно, потому что он более гибкий и может, как бы, это все... Меньше количество соединений, поэтому он используется для пола. То есть у него, может быть, скажем так, все соединения, они уже вышли из пола. Ну да, да, да. Есть какие-то проблемы, которые находятся над полом, то есть это подключение, вход-выход от котла непосредственно. Все остальное, все остальное, на монолитной трубе находится в полу. Отлично. То есть если мы молотком ударяем по полипропилену, пришлось, конечно, раз 20 долбануть, чтобы он реально отреснул. Но это прям надо постараться, конечно. Чтобы такая история произошла, то есть он должен прям ощутимую нагрузку пройти. Чтобы вот так вот треснуть. Тем временем, если мы по шипову полипропилену будем долго и муторно долбить, он никак не треснет, потому что он более эластичный. И никуда он не денется, не треснет и ничего с ним не произойдет. Итак, вывод. По поводу полипропилена все понятно. Да, почему ГОСТам его запрещают? По причине того, что он просто может вот так вот взять и треснуть. И, соответственно, чтобы он треснул, это, конечно, надо, чтобы дом гулял просто как, я не знаю, как на корабле, наверное, вот так вот, чтобы эти волны были. Понятное дело, что в руках у меня сейчас газовый шланг, кстати, с ними тоже аккуратно вот такие бракованные попадаются. Раз, и гайка отпала, газ пошел в помещение. Вовремя заметили, газоанализатор сработал. Из опыта хочу сказать, то есть молекулярная структура полипропилена, она более жесткая. И в случае нагрузки, если положить на нее там арматуру, если будет, не знаю, заезжать грузовик, понятное дело, там на стяжку, и стяжка будет не подготовлена к таким нагрузкам, то будет гулять, собственно говоря, вся вот эта вот стяжка. И тогда есть вероятность, что это все треснет. Если вы используете качественный полипропилен, я просто из опыта вам говорю, что если вы будете использовать качественный полипропилен, ничего с ним не будет. Качественно его сварите, хороший полипропилен стоит уже на одном объекте 16 лет. Что касается сшитого полиэтилена, перт, пекс, а, пекс, б, их там целая куча, да, то есть надо что-то производить, надо что-то делать, и, соответственно, его больше используют для теплых полов. Ну, честно, вот теплые полы, да, я согласен только пертам, либо шитикам то сделать. Из опыта могу сказать, я раньше, когда монтировал теплый пол, однажды я взял и заломил вот так трубу, то есть если ее сильно загнуть, она вот так вот заломится. Соответственно, протока там не будет и не будет греть теплый пол. Но если ее отпустить обратно, она возвращается в то же положение. В этом-то и фишка молекулярной структуры именно сшитого полиэтилена. То есть полиэтилен, он более гибкий, более эластичный, то есть если даже будет он вот так вот гулять по стяжке там внутри, по каким-то армированным событиям, да, там в полу, соответственно, с ним меньше вероятность, что что-то произойдет. Вот поэтому есть ГОСТы, есть СНИПы, которые нам не позволяют в стяжку положить полипропилен. Но, ребят, ГОСТы и СНИПы постоянно пересматриваются. Даже мы общаясь там на заводе, нам объясняли, что, например, труба из полиэтилена ТПК АКУА, которая производится там на заводе Политек, а у нее сейчас ГОС и срок службы рассчитан на 50 лет. Он пересматривается и скоро будет до 100 лет. Потому что, ну, как сделать испытание на 100 лет? Это же тяжело, но сейчас это все пересматривается. И то, что полипропилен в стяжку потом будут все ложить, это, я думаю, тоже не за горами, потому что его в утеплитель положил и все. Почему я эту тему вообще завожу? Потому что в моем опыте, я 16 лет уже этим занимаюсь, да, с детства просто, вот есть тройник, да, металлопластиковый, он конкретно в стяжке, был в толстостенном утеплителе, он тоже расширялся, уменьшался, и он прям треснул, лопнул, все, он сломался, затопил гараж внизу. С полипропиленом у меня такой проблемы не было. Ну что, друзья, вы же знаете, что я полипропиленчик в душе, прям, понимаете. Мы даже на заводе прям сделали комбинированную вот эту муфту, она у меня теперь лежит на столе, прямо на заводе Политек своими руками станок запускал. Так вот, ребят, решать, как всегда, вам, какую трубу выбирать, можно купить ей, наверное, золотой унитаз, но, собственно говоря, я вам всю информацию передал, то, что я получил от производителей, то, что я получил из опыта. Надеюсь, это видео было для вас полезно. А с вами был Дмитрий Пужьянов, он же грамотный сантехник. Всем счастья, здоровья, удачи, любви и до встречи!